Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале на потрясающем завтраке. У нас сегодня панкейки маминого производства. Рецептик я вам оставлю. Также у нас яичница с сосисками. Здесь она вроде как прилипла уже, сковородка прилипла уже к книге, которую я подложила вниз. Вот, еще у нас здесь нутелла, чай. В общем, такой обалденный завтрак. Давайте приступим. И ужасное настроение, потому что эти КамАЗы, эти строительства меня уже достали. Когда мы покупали эту квартиру, у нас во дворе была куча пространства, и нам объяснили, что здесь построят там, не знаю, детскую какую-то площадку, все будет круто. Вот. А в результате построили еще одно здание. И просто во дворе палец поставить негде. Ну, сейчас опять что-то строят. Когда уже закончится эта стройка? Вот что-то строили внизу, потом в конце оказалось, что это площадка для игры в футбол. И причем ее построили прям под моим окном. И каждый раз, когда я ложусь, хочу полежать, я слышу такие звуки. Гол! Ура! Гол! Сначала я не понимала, что происходит, а потом я поняла, что там уже начали играть. То есть я не совсем поняла, что строится. Я сначала думала, что это какой-то парник. Со всего города любители футбола приезжают под мои окна и кричат, ура! Гол! Там вроде, знаете как? Как я поняла. Например, вы с друзьями решили собраться, пойти поиграть в футбол. Вы берете такое место в аренду. То есть на несколько часов, получается, можно взять в аренду. Идете, играете в футбол. Вот как я поняла, там такая система. Все строят, строят. Иногда просто думаем, чем, например, покупать квартиру. Можно на эти деньги построить такой дом офигенный. Со всеми условиями. Просто проблема в том, что в городе земли нет. А если есть, она стоит где-то так же, как квартира с отделкой. А за городом покупать, это очень сложно потом ехать, приезжать. Трата денег, силы, времени. Мы когда жили в Саратове, наш дом находился очень близко к транспорту. Там была куча частных домов. Не то, что в боку. Хрен купишь ты здесь частный дом. Один просто взял там объекты у нас около дома. Вид на море взял, там построился дом. Как ему дали там разрешение, я не поняла даже. Там потому что объекты, объекты, объекты. И у него такая хата там стоит. Трехэтажный особняк. Конечно, у дома есть и свои хлопоты, расходы. И все дела. Но все равно, не знаю, скучаю я по дому. Когда я жила в доме, я мечтала о квартире на высоком этаже. Сейчас я, наоборот, мечтаю о доме. Чтобы пить чай из самовара. И снимать для вас видосики. В принципе, в последнее время, я так смотрю, я из дома вообще не выхожу. То есть, если иметь свою машину и поблизости, если есть большой какой-то гипермаркет, можно закупаться один раз в неделю и сидеть дома, снимать для вас видосики. Это так мечты, не слушайте меня. Пока не забыла, хочу вам сказать. Ребят, если вам не сложно, давайте с вами замутим эксперимент. Мне просто искренне интересно, зависят ли просмотры от комментариев. Кому не сложно, вот сейчас вы смотрите это видео, напишите любой комментарий. Только не 100 штук одинаковых комментариев. Любой. Кому не жалко, напишите 2-3 комментария. И давайте сделаем такой эксперимент. В среднем мои видео набирают 40-45 тысяч. В зависимости от темы, может быть и больше. Вот, и мне интересно, если будет дофига комментариев, наберет ли это видео больше просмотров. Просто во всех правилах ютуба написано, что чем больше комментариев, тем больше просмотров. Но по факту, есть видео, где дофига комментов, но просмотров там меньше, чем везде. То есть у меня лично, я заметила, что влияет только удержание аудитории. Вот если вы смотрите до конца видео, тогда это видео рекомендуют еще кому-то. А если вы не досматриваете, то тогда как бы этот показатель падает. И в общем, мне интересно просто сделать эксперимент. Реально, если будет много комментов. Будет ли много просмотров? Как работает этот механизм? Хочу попробовать. Так что, если вам не сложно, напишите, пожалуйста. Не одинаковые комменты? Потому что, если вы напишите одинаковые, то они сразу пойдут в спам. Буду признательна каждому, кто напишет любой комментарий, который придет ему в голову. Просто сделаем такой тест. Что касается частного дома. У меня, например, бабушка всю жизнь жила в частном двухэтажном доме. Один раз к ней пришли грабители. Она оставалась не одна, а оставалась соседской девочкой. Пришел грабитель. Сказал ей, что он такой был не то, что в маске. Он взял такое полотенце, закрыл свое лицо. И говорит, у нас особо и грабить было нечего. Говорит, вытаскивай телевизор из розетки. Запакуй мне, я его забираю. У бабушки в деревне дом двухэтажный. И бабушка, понятное дело, пожилой человек. Как только время 8-9, она поднимается наверх и уже лежит. Не то, что прям спит. Просто лежит. Да и спать ложиться тоже очень рано. Так как мы в тот период, не помню где мы были. То ли в Баку, то ли в России. В общем, бабушке было не с кем оставаться. А так как это ее труд, она всегда говорит, мой дом это мой труд и мне хочется там жить. И вот с ней оставалась соседская девочка. Не совсем девочка. Чтобы ей не было страшно одной. И в общем, этот грабитель прокрадывается. Вот эта девочка, у нее сестра в то время очень хорошо пела. И она уехала в Баку на конкурс талантов. Как сейчас вот программа Голос. Раньше тоже были такие программы. И ее было как раз таки выступление в прямом эфире. И она решила посмотреть. Сказала бабушке, что вы поднимаетесь наверх. А я сейчас посмотрю передачу и тоже поднимусь. Очень талантливая у нее сестра была. Она пела, хотя никогда не училась в музыкальной школе. У нее какой-то талант был. Но в общем, сейчас не об этом. Бабушка спокойно себе лежит наверху. Она на первом этаже. И тут она быстро-быстро-быстро прибегает наверх. И говорит бабушке, бабушка, внизу грабители. Бабушка, естественно, испугалась. Вышла на свой балкон второго этажа. И прям рядом там есть сосед. Начала кричать соседу, что помогите. Пришли грабители, нас тут убивают и так далее. Естественно, грабитель испугался. Все-таки соседи действуют очень оперативно. И прям повезло в том, что очень близко находятся соседи друг от друга. То есть нет такого, что один сосед здесь, другой за 100 метров от него. Соседи сразу прибежали. Грабитель увидел, что бабушка кричит. И, кажется, он был один. Тоже убежал. Оставил, значит, холодильник так же. Холодильник, что я несу. Телевизор так же на месте. Вызвали полицию. Полиция сказала, что у меня сейчас не рабочее время. Я приеду завтра. Представляете, как в деревне это делается. Сейчас я сплю. Ограбили тебя. К черту. Когда время будет, тогда приду. Напишу протокол. Прикол в том, что девушка вот эта. Она же тоже из этой же деревни. Она тоже наша соседка. Она, конечно, потом отказалась больше ночевать с бабушкой. Но она конкретно указала на человека, который пришел. То есть, вроде как здесь полотенце. Ну, лоб видно, глаза видно, волосы, телосложение. Она конкретно указала на одного из наших соседей. Дело в том, что это, скорее всего, и есть какой-то наш сосед. Потому что он знал, где находится это полотенце. Он знал, где выключается свет. Он знал, во сколько бабушка поднимается наверх. Ну, не знаю, что произошло. Потом, через два дня, когда уже участковый пришел собирать показания, хорошенько выспался, отлежался, искупался. Она уже, как бы, свои слова не подтвердила. Она сказала, что я, скорее всего, перепутала. Это не этот человек. Не знаю, то ли они договорились с этим человеком, то ли действительно она обозналась. Но в деревне, как бы, все друг друга знают. И вероятность того, что из Баку кто-то придет грабить мою бабушку из-за ее доисторического телевизора, никому нафиг это не надо. Так мы и не поняли, кто это. Потому что бабушка своими глазами не видела. Я сейчас вспомнила еще одну историю, надо куда-то записать. В следующем мулбанке вам расскажу, что со мной произошло в этой деревне. Вообще офигела. Сейчас просто уже 16 минут. Если я начну рассказывать, это еще минут 20. Вот я вам в следующем видео расскажу. В общем, после того, как бабушку чуть не ограбили, а бабушка у нас жуткая бояка, она не может одна спать. Вот именно поэтому попросили соседскую девчонку, чтобы она с ней спала. После этого она только с нами. Поэтому каждое лето я проводила вместе с ней в деревне. Пожилой человек с годами становится капризным. Естественно, для него, а точнее для моей бабушки, ее труд это что-то с чем-то. То есть она считает, что этот дом, этот участок настолько крутой. Для нее родной. Потому что это ее труд. Ее можно понять. Возможно, когда мы с вами будем пожилыми, мы будем мыслить так же. На этом все, мои хорошие панкейки. Были обалденно вкусные. Яичница тоже обалденная. Не забывайте, пожалуйста, про комментарии. Давайте сделаем этот эксперимент. Всех люблю, целую. Пока.